всем привет сегодня будем тестировать масло солодкой вершковы с таким гордым названием император видите с такими вензелечками ну в общем упаковочка такая нарядная императорская проверим насколько оно масло настоящее значит ну из того что вот сразу мы видим по упаковке да обратите внимание 73 процента то есть так то что относится именно к солодковыршковому масла да тут тоже видно что согласно дсту и написано масло то есть но основные такие показатели все выдержаны если посмотреть состав то это самое видно что именно в составе написано то что это то что должно быть в масле значит составе видно что тут написано тоже правильный состав до сливки с коровьего молока то есть никаких вопросов к этому не да что еще на упаковке на упаковке мы видим сроки хранения опять же тут все правильно то есть если он хранится просто в холодильнике то до 35 дней считается это как раз срок хранения для масла оптимальный и правильный то есть по идее никаких тут не должно быть добавок ну еще изучаем дальше этикетку то есть на боковом на боковой стороне можно видеть кто же произвел это масло то есть изучив эту этикетку теперь же будем переходить именно к содержимому опять же хочется сказать что тут хорошая фольгированная видите упаковка вот то есть это опять же очень хорошо и правильно что фольга это лучше чем пергаментная бумага то есть она лучше сохраняет все свойства масла значит как обычно я его специально хранила в холодильнике чтобы именно посмотреть насколько она натуральная при заморозке то есть вы видите что но вот эти совершенно его продавить невозможно то есть она хорошо хорошо замерзла и это правильно то есть масло именно и должно так замерзать если бы тут были добавлены растительные какие-то жиры они при заморозке не не твердеют масло бы таким тугим не было так теперь посмотрим его как она режется режется она тоже совершенно правильно то есть оно должно быть меру тугим когда масло заморожено но и особо крошиться она не должно то есть и по вот этому параметру видно что она правильная следующий этап нашей проверки будет заключаться в том чтобы масло мы будем растворять в горячей воде посмотрим как она будет себя вести в горячей воде нормальное правильное масло должно раствориться никаких осадочков не должно быть посторонних то есть вот у нас отрезанное масло наливаем специально прозрачный стаканчик чтобы было хорошо видно горячую водичку и жертвуем кусочком масла для эксперимента буль так смотрим как она растворяется так совсем прошло немного времени наш кусочек масла можете посмотреть как хорошо растворился видите никаких осадков не выпало то есть вот он правильно как раз растворился сейчас если я перестану бултыхать жир конечно же сверху соберется вот то есть вода приобрела такой молочноватый оттенок но никаких хлопьев никаких примесей нет то есть по этому показателю масло тоже отвечает требованиям остается последний тест мы его сейчас будем поджаривать и посмотрим как он будет себя вести на сковородке значит сковородочку мы нагрели и посмотрим как будет масло вести себя на ней то есть правильное масло вот как раз должно давать такую пенку потому что если в масло добавляют растительные жиры но на сковородке плавится и образует такую бесцветную водичку а вот такая белая пеночка как раз говорит о том что это плавятся молочные жиры то есть по всем этим параметрам масло наше очень даже натуральное так и последнее что мы делаем мы проверяем масло на вкус то есть если будет какой-то неприятный у нас привкус какой-то горечь какая-то то это тоже будет нам свидетельствовать о том что в масло что-то помимо сливок добавляли то что не должны туда были добавлять сделаем такой бутербродик для пробы ну что я вам должна сказать на вкус масло масло да никаких посторонних привкусов нет ни горечи ни какого-то такого жирного жирной пленочки которая бы могла оставаться если бы добавляли какие-то растительные жиры то есть можно сказать что это натуральный продукт и если вы его встречаете все раз вам показываю упаковочку то в принципе можно смело его покупать и вы именно покупаете масло всем приятного аппетита хорошего дня пока 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 Продолжение следует...